теперь ты можешь выполнить свое истинное назначение разель вот так вот оба ты смотришь пиару пиоту сплей меня зовут саша играем в судьба уразили уже огненный меч разговор с я носом одри нам состоялся прошлой серии а это значит что финал очень близко возможно даже в этой серии впрочем ты это уже знаешь по названию напрашивается вопрос хочешь ли ты увидеть продолжение заключительную главу наследия кайна по крайней мере на данный момент заключительную я все еще верю что когда-нибудь что-нибудь в этой вселенной случится главное дожить но все-таки хочешь ли ты его видеть или тебе не интересно да или нет разумеется разумеется я все знаю очень часто с этим сталкиваюсь люди говорят что писать комментарии не имеет значения потому что никто их не читает но на этом канале твои комментарии они просто читают на них отвечают и более того к ним прислушиваются я прекрасно осознаю что так не везде но суть именно в том чтобы научиться отличать по где тебе врут от того и тебе не врут и вовсе не потому что тебе говорят что тебе не врут нужно на действие смотреть на действие а не верить словам верить словам конечно же бессмысленно впрочем разель как видишь тоже перестал верить словам начал думать своей головой то замечательно у нас здесь где-то 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 очень рядом демоны бродят я не всегда выглядит как демоны иногда они выглядят как вот такие сарафанские засранцы потом еще попробовать подобраться с этих их вилкой надо освободи уши демон вот так надо вот так одного демона я прикончил демона демона но нет демона сдохни вот так ребята тоже сдохните пожалуйста на вилку разберемся как-нибудь в любом случае если тебе в принципе нравится это прохождение эта игра поставь лайк мы конечно приятного тебе демонического аппетита подушки так и не прилетели нету нету нашла сейчас похож на собаку которая ломится с палкой через эту свою собачью дверь в этой своей собачьей жизни наверное не лучшая затея лупашить его а давай я думал она улетела воды упашить его этой вилкой так нему еще попробуй подобраться а ему еще пофиг на удары выходи выходи демон не туда разель что ты делаешь на кого ты настроился зачем тебе нужны эти лягушары эх разель разель а до этого дерьма вообще можно вернуться никто не победит разделяя а где тут у меня . соприкосновения было фонтане конечно же фонтане надо огня взять очевидно конечно что разель демон вовсе не высшего порядка но у него есть свои фишки очень даже интересные вот один ой ладно разве или надо на него так смотреть его убьют другие демоны взять его у ребята рогатина налетела приходится идти напролом давай завалим 2 демона который тут пытается что-то есть сделать у него это не получится так все дайте вилку и будем вас вилами мордовать только после тебя урод но почему же ты не прыгаешь разель почему твою мать и не прыгаешь заслужил так хоть постоянно и повторяю почему он не прыгает но я на самом деле знаю почему он не прыгает потому что камера когда меняется ракурс заставляет жать другие кнопки чтобы он прыгал в правильную сторону ибо иначе он либо вообще нет надскакивает от их ударов либо отскакивает они туда братья уже тебя не помогут время сражаться настоящим клинком поколенным огнем раньше кстати заслоны были не огненные а электрические архидемон поможет это я и собираюсь сделать подойти поближе но может быть сперва понятно придется подходить поближе рогатое чудовище пытается уничтожить в отделе жарит его морозиль не так-то просто подойдет поближе потом заползли обратно и убеги отсюда на все да кстати думал насквозь пролетит этот столб но нет и все это учили да проклятые топи вампирские не ожидал самое идеальное это залететь ему за спину и успеть атаковать пока он не заметил либо 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 устроить расстрел либо строить разнос и коротковато палочка давай опять а насажен давайте вдвоем да как вы любите освобождаю сейчас секундочку это не так то просто сделать все ребят ваши души свободны как просили не знаю как продлится долго везение что ли то игра не вылетает но последние пару серий прям радует в этом отношении взять его развращаешься так он не не был в аду он миновал а понимаешь это интересно мне кажется я из него три души выбил либо очень глубоко сидела азель даже не выпустил из рук пушку да новый прием демон освоил кое-чё новенькое так ну где эти рогатые все же не может так быть просто из этого душу долго выбивать не пришлось самое сложное сократить дистанцию потому что только на дистанции они могут пользоваться этими своими вилочными ударами а все нет поверил на поверил что раз я сейчас будет души впитывать у тебя будет шанс ну что ж ты так нельзя быть таким доверчивым хорошо пошло да на самом деле можно было бы их конечно же не трогать вот вообще не трогать но я считаю это не интересно да быстрее пробежать и так далее но это все таки игра в первую очередь а уже только во вторую очень интересная сюжетная линия ну конечно ну естественно главное сейчас выбросить вилку ты не пройдешь гендальф а ты изменился за последнее время не пройдешь нет пройдешь только а там двери открывается или все она одноразовая была репортаж в жопу идем кальмару более нам же нужно о воды нет нам же нужно нам же нужно нам же нужно вернуть сердце украденное сердце я носа а одрина ну это мы сюда с темным клинком побежим когда будем возвращаться мы сюда будем возвращаться да не факт а может и будем скорее всего дети дети по сравнению с демонами критическая масса достигнута и они сейчас этим будут пользоваться ну ладно а опытная подожди а где же у нас здесь воздух там тьма а вот и воздух а а а а а а а а а можно конечно и доиграться а 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 я думаю быстрее будет восстановиться перейдя в астральный мир когда дела станут совсем плохи так стоп это достаточная высота недостаточная нам надо выше выше всем все иначе ощущается когда здесь нет воды и невозможно свободно перемещаться где хочешь новый огонь новый огонь да ну красиво же как можно устоять а а а а вот и вода а а а а совсем немного жизни осталось но она еще теплица и маническом тельце разели ну кальмар что-то тебя стало мало прям очень мало а ну да мы же вернулись очень сильно назад во времени когда кальмар еще бы молот вот интересно древний ты действительно возродил меня или просто оказался рядом когда я очнулся от своих мучений в бездне полагаю ты просто счел меня подходящим я был брошен к тебе в логово каинами по какой-то причине меня нельзя было уничтожить доверчивый и гибкий инструмент которому удобно манипулировать это я охотно признаю меня использовали другие снова и снова но я похоже всегда сбивался с их пути в чем же со мной дело демон почему я такой ненадежный инструмент почему мне удается пережить одно испытание за другим снова и снова в бесконечном ряду унизительных смертей возрождений косячное что я многого не знаю о своем предназначении своей истории может быть и ты тоже многого не знаешь может быть может быть прайзель а зачем мечик-то прянуть тоже может плохо кончится но еще хуже может кончиться когда ты не можешь подойти врагу просто идешь на него и не можешь подобраться а какая-то сила не дает тебе да сила называется сила идиотизма нет ребят опоздали море волнуется раз прикольно что за кальмара существует как бы вне времени его сознание едина в любом времени но не всегда а только тогда когда разель и другие участники нашего кардебалета продвигаются дальше и возвращаются во времени в общем интересная концепция покруче чем в назад в будущее или вперед назад прошлое ну куда же без вас раздели это было круто настроиться не на того в целом когда его уже понесло знаю что можно не париться умножать всех кто попадается под руку да и вообще сейчас меч по умолчанию поэтому тем более все это время здесь был возможно даже сам я нас на мазюкан на стеночке закрывайся давай потертый я нас может просто один из его ребят из племени вампирского разель неостановим колонны близко демона еще ближе тени повсюду руки короткие отец того и глядишь развоплотимся он считает что можем изменить да уж ребята тут конечно суровые да блин камера мэн поймать да ты чудра рогатая еле сдохла а ну ка давай-ка восстановимся так второй до Мгм. Минул! Так-то! Это же Разиэль! У него есть подходцы! Да блин! Вот и всё. Хотя три таких демона это конечно уже не слабо. Ну слабенько. Нормально конечно натыкали здесь вампиров. И колонны всё ещё уходят в небо. По-моему они даже не заканчиваются. Не знаю. Не помню. Бесконечные. Освободи душу демон. Возвращайся на тебя. Да! Как-то. Хоть бы одного живого вампира найти. Охраняйте братья! Да куда там? от охранялись уже я сомневаюсь что она останется активированным давай сделаем это я не помню разве нам нужно будет вернуть вернуться назад по ощущениям все должно закончиться в сарафанской крепости охраняйте но может быть и нет я не помню только после тебя тварь только после тебя для и пенетрирующий демон бегает без писюна давайте демонов все давайте демонов хватит засранцев сарафанцев это отключилась да молодец умничка даже так ну ну какие же вы красавчики ребята просто люблю вас не могу хорошо давай твою душу зачет давай мы еще с тобой не закончили мастер блока говори да был обезглавлен так все попробую избавиться от этого дерьма они все уже мертвы я помню братья уже давным-давно дали дуба каждый некоторые даже на копья я еще сукины дети ты знаешь сукины детей больше но ты последняя не не все уже раздель буты боится ее ты так хорошо здесь стало просто замечательно а вот теперь нам нужно сюда к свету ибо иначе ничего не будет давай сразу и сходим а хорошо когда вам некуда бежать а у тырки когда замечательно разве ли нужна магия которая выстраивает за спиной врага стену непреодолимую это поможет это блин очень поможет девушка мы еще с вами не говорили да нет я тебя догонял я догоню тебя а то а а а а а и а а а Но он пытался А кто считал? На шаг ближе Истинному предназначению Эразиэля Чтобы он стал непослушным мальчиком И вышел наконец Под гнёт этой Кальмароподобной твари А нам туда разве? Нет, вроде бы сейчас растопим лёд Вот о чём я говорил Ммм, да Они могут открыться Потому что лёд А где был огонь? Аж Там Подожди, а что здесь? О, вот огонь, да? Беру огонь Иду туда И демоны появляются Аллое свечение Больше как-то идёт Разве, ну, просто на контрасте С его синей кожей И чёрными волосами Вообще прям Красный Красная подсветка Чётко Ну, прям всё продумали Чтобы это не продумывал А давай попробуем Мне кажется, получится Хм-хм Причём это исключительно для Разиэля Никто другой этим бы не воспользовался Цены нафиг не надо Так, а какая тут кузня была? Не тут Охраняйте, братья Всё Отохраняли Перестрелка Перестрелка Найс Лети сюда Лети Сука непослушная Ты Долго колдуешь Лысая Вторая уже успела испариться Автоматика Сработала Лучше бы у них Нормального качества двери были Чтобы могли расколоть лёд Сами по себе Не пришлось жарить его Не-е-е-ет Нет, ну как же это В ад Прямо В ад, да? Давайте демонов мне Демонов, сука Демоны Ну давай А вот и они Их демоническая сестра И в жопу это наведение Они не одинаковые Просто смотришь Думаешь Какая из них только что Открылась Внезапно Самым непостижимым образом Оказалось Что похититель Лежит прямо передо мной И снова Я не ощутил Никаких признаков Искривления Времени Этого Специфического Чувства смещения Которая охватила меня Когда я впервые Увидел меч Оказавшись наедине с ним Я Содрогнулся От того же Безымянного ужаса Который испытал Когда Янос Впервые Показал мне похитителя Я чувствовал Что меч Одновременно Отталкивает меня И В то же время Внушает Страстное желание Завладеть им Итак Резвер Вот и мы Наконец Теперь у тебя Нет выбора Придется Сразиться со мной А я не так глуп Как заставил тебя Поверить Нам надо Утрясти Кое-какие дела Ты знал Что я приведу Срафанцев К Яносу Ах ты Подлый мерзавец Ты дирижировал Каждым моим шагом Моя судьба Так тебя Развлекает Развлекала Пока не подошла К концу Ну уж Нет Резвер Малек Малек Не дай Этой твари уйти Он опасен Для круга Ну уж Нет Резвер Малек Не дай Этой твари уйти Он опасен Для круга Бедный Обманутый Резвер Приходило ли тебе В голову Что тебя обманули И ты изменил Историю для меня Я столб Я столб Времени Все твои намерения Мне были известны Раньше Чем тебе Идиот Все кончено Они поглотили тебя Лорд Мебиус Там что-то Случилось Круг Катакома Стой Малек Только этот Представляет собой Реальную угрозу Что ты тут Собираешься Устроить Мебиус Ядовитая Тварь Неужели Ты думаешь Что я так И позволю тебе Уйти И портить Все К чему Ты Прикасаешься Я согласен До этого момента Я недооценивал Тебя Мебиус Но Этой ошибки Я больше Не повторю Опять Неверно Развель Давай Малек Запирай Дверь Это кстати Было в первой части Мебиус Поставил Меня В положение В котором Я мог Выбрать Только Одно Оружие Если Вдуматься Не отсутствие Выбора А слепая Ярость Заставила Меня Взять Похитителя Было Такое Ощущение Что Моя Рука Действует Сама По Себе А Теперь Та же Рука Сжимает Рукоятку Меча С Необычайной Силой И я Ощутил Почти Явственный Звон Отдаленное Но Сильное Чувство Страсть С которой Призрачный Клинок Рвался Соединиться Со Своим Физическим Двойником Чем Говоря О первой Игре Я имею Ввиду Блодом Связь Восстановлена Пришел Отомстить Демон Возвращайся В ад Я Узнал В этих Двоих Своих Бывших Братьев В жизни Как Сарафанцев И Вне жизни Как Вымпирических Сыновей Каина Малахия И Зефон Слабейшие Семьи Каина Эти Ублюдки Ничего Не знают О том Какое Будущее Их Ожидает Как Они Сами Станут Тем Что Так Презирают Похититель Гудел От Жадного Нетерпения Янас Называл Вампирическим Клинком Наделенным Способностью Высасывайте Своих Жертв Всежизненные Соки И Мне Не терпелось Узнать Что Сделает Похититель С этими Двумя Что То Сделает А что То Сделает Сделает Такое Что То Такое Ребят Вы Просто Не Видите Жизнь Рази Или Если Вы Видели Знали Что Он Не Уязвим Ты Меня Бешишь У них У самих Жизни До Хера Ладно Все Жопу Наведение Это Оно Не Дает Подойти К вам Все Хватит Надо Кончать С ними Что Такое Поплыл Уже А Вот Теперь Поплыл Ребята Крепкие Кстати Странно Его душа Куда Самоликвидировалась Очень Быстро Когда Малахи И Зефон Палят Мои Руки Я Остро Почувствовал Как Похититель Жаждет Крови Совсем Так Как Когда Я Был Вампиром Я Чувствовал Что Связь Между Нами Окрепла Похититель Пробовал На вкус Мою Ярость А я Был Отравлен Его Кровожадностью Клинок Словно Бо Оживил Меня Моя Физическая Энергия Больше Не Иссякала Со Временем А Раны Нанесенные Моими Врагами Исцелялись Почти Мгновенно Похититель Похититель Сделал Меня Непобедимым Да Я же говорю Больше Сарафанских Засранцев Вроде бы Демонов Здесь больше Не будет Кроме Разеля Защиту Выставили Антивампирскую И еще Два Ушастый Пирогатый Ты Пришел Чтобы Забрать Черное Сердце Чудовище Да Сначала Тебе Придется Пройти Через Нас Да Следующими Со мной Столкнулись Мои Бывшие Братья Рахап И думах Казалось Что все это Кем-то Срежиссировано Воодушевленный Похитителем Я был Почти Пьян От откровений Я наконец-то Смог оценить Изысканную Иронию Богохольной Шутки Каина И ощутил Что веселюсь Вместе с ним Через столетия Потому что Это я Отправил Этих Ублюдков В могилу Тем самым Предоставив Тела Которых Каин Через тысячу Лет поднимет В качестве Своих Сыновей Вампиров Бразель А почему же Ты не подумал О своем Теле Что сучки Не успеваете Да Да я ему Только что Допу только Напихал Раз Это мы Запугиваем Все в порядке Все нормально Я контролирую Все Ситуация А может быть Я ошибся Демоны Здесь уже Давно Вот они Вы что Научились Да Ребята Ну так Сейчас Удивим Вот так Что Ушастому Доставалось Теперь Вот Рогастому Не ждал Рогатка Сука А ты уже Прицелиться А видны И исполненные Чувства Долга Даже Будучи Вампиром Полагаю Некоторые Привычки Не умирают Вампир Турель Ускользнул От моего Мщения Турель Сарафанец Не ускользнет Да Засранцы Не ускользают Хорошо Применяем Революционную Тактику Пенетрирующий Разиэль И она тоже Порой дает Промахи Конечно Да потому Что кто-то Очень Сука Быстрый Но Неунеуязвимый Напихали Ой Две Такие Серии А Три Серии Кряду Эта Сучка Все еще Живая Ты посмотри Чем он их Кормит Этих Рогатых Они до сих пор Живые Когда ты Тварь Собираешься Сдохнуть А Вот сейчас Чудовища 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 Еще те Кузни Света Даже здесь Есть И тьмы И тьмы И света Чудовища Чудовища Легка Легкой Легкой Я буду Я буду Милосерден Быстр Как ты Сделал Это Для Яноса Нет Эта Тварь Увертывалась От нас Слишком Долго Было бы Позором Прикончить Его Быстро Какая Ирония Права Знаменитый Янос Одран Вообще Не оказал Сопротивления Благодаря Тебе А ты Слышал Как он Друсливо Заорал Когда я Вырвал Его Черное Сердце Из его Оболочки А Разиэль Та Еще Гнида Да Итак Битва Разиэль Против Разиэля Я чувствую Надо применять Революционную Тактику Ибо Разиэль Очень Бодрый Чувак Разиэль Ты вообще Пробиваешься Нет Пробиваешься Революционная Тактика Помогает Всегда Называется Пархай Как бабочка И жаль Как Разиэль Твою мать Еще Б научиться В другую сторону Бегать А А А А А Можно конечно Было Попробовать Блок А С блоком Любой дурак Справится А Серия С четырех Пенетрация Пять Подряд Найс Это при том Что еще Мне флаги Мешают Здесь Эх Шестой раз Почти Получился Скоро Насадим Разиэля На Клинок Боишься Уже Сукин Сын Черневый Не можешь Настроиться Я тебе Помогу Вот так С этим Твоим Непробиваемым Блоком И так Я его Запорол Как Собаку Я отрекаюсь От тебя А А И Пропали Хватка Передал Передал Мне Клинок Похититель Не был Высасывающим Как оружие Похищающие Души Это Мстительное Высасывающее Души Существо Заключенное В мече Было И всегда Было Мною Вот Почему Клинок Был Уничтожен Когда Каин Попытался Убить Меня Похититель Не мог Пожрать Собственную Душу Клинок Уничтожил Парадокс Таково Было Мое Ужасное Назначение Всю Вечность Проигрывать Этот Очистительный Цикл Я не мог Этого Вынести Отчаяние Захлестывало Меня Ты Ты Наслаждаешься Этим Каин Не борись Розе Сдайся Это Ты Считал Моим Предназначением Верь Мне Я чувствовал Себя Ослабевшим Неспособным Держаться Похититель Был Чересчур Силен Притяжение Становилось Слишком Велико А потом Растущее Головокружение И знакомое Смещение Парадоксальный Момент Когда Моя Раздвоенная Душа Находилась Одновременно И снаружи И внутри Клинка Похитителя На это Мгновение Момент Временного Искремления И рассчитывал Каин С самого Начала Это был Край Монеты Минута Вспышки Вероятности На которую Справится Должен своего ужасного предназначения я просто отсрочил его история не терпит парадоксов ну и как тебе такой поворот сюжета а я напомню это не конец учитывая что они сделали замкнув круг создав новый совершенно альтернативный мир это фактически новое начало только сейчас спустя четыре игры три из которых было на канале уже поэтому хочешь ли ты увидеть продолжение интересно для тебя дай знать причем ну это конечно будет спекуляция но все-таки как ты думаешь то будет с я носом с ворадором с этим самым кальмаром который на самом-то деле очень даже часто дирижировал несмотря ни на что да при помощи своего гребаного мебиус она так или иначе и каем который ведет себя здесь знаешь как брюс всемогущий который получил силу но изначально игрался ей мстил пользовался исключительно в своих целях а потом какой-то момент прозрел и попытался изменить круг замкнутый круг событий получится у него это или нет уже история следующей игры defines который там неповиновение кажется или непослушание что-то такое переводится вот при этом иронично что разель не помнил что его убил демон хотя возможно первый раз его и не демон убил на скорее всего скорее всего именно он сам и вырезал всех своих братков и зарезал себя самого зная что фактически этим самым обрекает себя на существование вот такое существование синюшного демона без писюна со всеми вытекающими а там очень много чего он настрадался вот но вполне возможно что им уже руководил похититель то есть меч и только тогда меч смог обрести душу когда разель из прошлого расстался со своей жизнью и со своей душой возможно это было необходимой составляющей существование похитителя душ они просто жаждущего крови меча с амбициями я же говорю это просто потрясающе они сделали чуть ли не центровым персонажем меч при том что здесь центровой персонаж вообще такая все вертится он появляется во всех частях и все вертится вокруг него при этом начиная с ул ривер первой части мы с тобой понимаем что без разеля ничего бы этого и не было по-хорошему большей степени из этого и фактически разель такой же полноправный главный герой как и каин как и меч вот помутнение сознания до вот если тебе понравилось поставь лайк за что тебе конечно же спасибо комментариях если поддержишь что такое вот эту мою философскую мысль вообще будет классно просто зашибись большое спасибо всем за компанию и отдельный респект спонсорам канала за поддержку меня и разеля возможно даже уже а в наследие каина the files и я был бой